Сотни людей собрались возле Бобруйской крепости. Проливной дождь, из динамиков звучит голос Левитана. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня вспоминают жертв той трагедии. Представители исполнительной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы, молодежь и общественность возложили цветы к мемориалу. Мы понимаем, как сегодня трудно было нашим дедам и прадедам находиться в тех холодных траншеях под тем же дождем, под снегом. Мы должны сохранить эту победу и нести ее в сердцах, доносить нашим детям. Я уверен, что люди, которые живут в городе Бобруйске, они понимают всю ответственность, которая возложена на нас. И они не дадут никому взорвать этот мир. Говорю громко взорвать, потому что мы понимаем, какой ценой этот мир нам дался. Гвоздики и ромашки, искусственные венки, памятник жертвам фашизма утопает в цветах. Собравшиеся почтили память павших в боях воинов, партизанов и мирных жителей минутой молчания. Молодежь поддерживает и чтит память советских солдат, военнопленных, людей, которые не жалея своей жизни, прошли всю войну и подарили нам мирное небо над головой. В полдень во всех храмах города раздался колокольный звон. Памятные события прошли по всей стране. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.